Балла Аллаху! Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Него, который не взял себе в помощники ни спутника, ни сына. Я возвеличиваю его и восхваляю, и никого не предаю ему в сотоварищи. Я свидетельствую, что Он Господь первых и последних. Он поддерживающий жизнь, небес и земель. Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, который делает то, что пожелает. Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, живого и поддерживающего жизнь. Он не умирает, а джины и люди умирают. Я свидетельствую, что Мухаммад раб Аллаха и его посланник, дарованный в качестве милости, пришедший с радостной вестью и увещевающий, и освящающий светоч. Да благословит его Аллах и приветствую! Он хозяин водоема, к которому приведут его умму, обладатель достохвальной степени. Он заступник, заступничество которого будет принято в день, когда воскреснут свидетели. О Аллах благослови и приветствуй, и даруй много благодати своему рабу и пророку Мухаммаду, имаму богобоязненных. О Аллах благослови и приветствуй, и даруй много блага ему, его семье, его потомству, его женам и благословенным наместникам, халифам, сподвижникам и следующим за ним с искренностью досудного дня. О рабы Аллаха! Одно из тех вещей, которые были узаконены для нас после завершения нашего месяца и проведения нашего праздника, это шестидневный пост ради Аллаха. Как говорится в хадисе, кто постился в месяц Рамадан, после чего постился шесть дней Шауаля, то это ему сочтется как пост целой эпохи. Посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил степень награды этого поста, сказав, тому, кто постился в Рамадан, его месяц зачтется за десять месяцев. А шестидневный пост после праздника доводит срок засчитываемой ему награды до года поста. Затем он прочел слова Всевышнего, кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние. Таким образом, пост в месяц Рамадан равен посту в десять месяцев, а пост шести дней Шауаля равен шестидесяти дням, то есть двум месяцам. И таким образом заполняется год. Воистину, это словно пост в течение года. За доброе дело десятикратное вознаграждение. Так в чем же кроется отличительная особенность этих шести дней? Ответ. Шесть дней поста в месяц Шауаль имеют награду подобную награде за обязательный пост. Остальные добровольные посты имеют обычную награду добровольных постов. А десятикратная награда за пост в Рамадан идет только за то, что это обязательный пост. Шесть дней добровольного поста в Шауале засчитываются за два месяца, начисляясь при этом как за обязательный пост. Таким образом, год заполняется согласно начислению награды за обязательные посты. Ведь известно, что награда за обязательное поклонение отличается от награды за добровольное, дополнительное поклонение. Как сказано в хадисе, мой раб не поклоняется мне более любимым для меня поклонением, чем то поклонение, которым я обязал его. Пост этих шести дней не обязательно должен быть беспрерывным, то есть шесть дней подряд. Так же, как и не обязательно начинать его со второго числа месяца Шауаль. А затем, воистину милость Аллаха Велика. И если человек постится в белые дни 13, 14 и 16 числа лунного месяца или по понедельникам и четвергам, он также получит дополнительную награду. Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Щедрость Аллаха обширна в Святу на Велик. Благородный, щедрейший. Он дарует из своих благ, сколько пожелает и кому пожелает. И приумножает награду, кому пожелает в Святу на Велик. Далее, преимущество этого поста в том, что он восполняет недостатки, допущенные в обязательном посте. Ведь воистину Пророк да благословит его Аллах и приветствует. Сообщил нам, что первое, за что раб будет отчитан в судный день – намаз. Если он окажется исправным, то он спасется и преуспеет. А если его намаз окажется испорченным, то он потерпит убыток. Если же какие-то обязательные виды поклонения окажутся неполноценными, то Господь скажет ангелам, посмотрите, есть ли у него добровольные молитвы. Таким образом, недостатки обязательных молитв будут компенсированы этими добровольными молитвами. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Затем все его остальные деяния будут сверены подобным образом». То есть намазы, пост, закят, хадж, недостатки и ошибки в обязательных постах будут возмещены добровольными. Упущения в выплате закята будут возмещены его добровольными пожертвованиями. Упущения и ошибки, совершенные в хаджи и умре, будут возмещены из награды за добровольные хаджи и умры, которые он совершил. К положениям, связанным с этим шестидневным постом, относится и то, что если человек хочет получить за этот пост награду, упомянутую в хадисе, то ему нужно прежде этого возместить упущенные посты в Рамадане. Потому что Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал в хадисе, «Кто постился в месяц Рамадан, а затем вслед за этим постился шесть дней, известно, что Рамадан состоит из тридцати дней, что Рамадан длится тридцать или двадцать девять дней, согласно лунному календарю». В другом хадисе сказано, «Оба праздничных месяца не бывают неполными». То есть без разницы, будет ли в месяце двадцать девять дней или тридцать. Неважно, будет ли в месяце двадцать девять дней или тридцать, награда будет полной. И если новая луна Шавваля выйдет после двадцать девятого Рамадана, то награда за Рамадан будет как за тридцать дней поста. Награда не становится сокращенной, это милость Аллаха. Таким образом, шестидневный пост в месяце Шавваль становится подобным сучуду сахв, который возмещает недостатки в намазе. Смысл возмещения присутствует также в закяте фитр. В хадисе сказано об этом. Закятуль фитр дается в качестве очищения для постящегося от пустословия и сквернословия, ругани. Также к законоположениям, связанным с этим постом, относится его начинание с намерения. Это значит, что у постящегося намерение должно состояться уже с ночи, чтобы награда за этот пост стала совершенной. Потому что у того, кто захотел поститься днем и сделал намерение посреди дня, его намерение начинается с этого момента. И награда будет записываться с того момента, как он сделал намерение. Если же верующий хочет получить награду за один полный день поста из шестидневного поста, то это значит, что его намерение должно сформироваться уже с ночи. В этом и заключается разница между конкретным нафлем, добровольным поклонением, подобным посту в день Арафа, Ашура и шести дням Шавваля, и свободным нафлем, не приуроченным к какому-нибудь случаю. Как пришло в хадисе, однажды пророк, да благословит его Аллахи приветствует, спросил, «У вас есть еда?» Ему ответили «нет». И он сказал, «Тогда я пощусь». Поэтому награда конкретизированного поста будет полной, если она сопровождалась состоявшимся до рассвета намерением. А особая забота о женщинах в этом месяце, проявляющаяся в том, чтобы не возлагать на них то, что им не по силам, является прекрасным поступком. Потому что некоторые женщины постятся в месяц Шавваль больше, чем в месяц Рамадан. И это из-за того, что некоторым из них приходится возмещать пропущенное в Рамадане и поститься в шестидневную сунну Шавваля. И некоторые ученые упомянули, что когда женщина сделала все возможное, возмещая пропущенное в Рамадан, и не успела отпоститься шесть дней Шавваля до его завершения, то она может завершить этот пост в месяце Дзуль-Ка'да. И ей будет полная награда, потому что она делала все, что могла, все, что в ее силах. О рабы Аллаха! Воистину, продвижение в поклонении из Рамадана через ворота шестидневного поста в Шаввале не является выходом из подчинения к ослушанию. Это всего лишь переход к другим видам подчинения. Ведь нет никакой преграды для того, чтобы дать душе отдохнуть дополнительными видами поклонения. Для этого нет никаких препятствий. О рабы Аллаха! Воистину, братья обезьян и свиней приступили к границе дозволенного на земле и распространили на ней много нечестия. Воистину, они убили много верующих, и ничто не удерживало их от этого убийства. Ни месяц Рамадан, ни праздничные дни. Мы просим Аллаха, Свят Он и Велик, чтобы Он обрушил на них бич мучений. О верующие! О рабы Аллаха! Для нас в Куране имеются радостные сообщения, касающиеся участи иудеев. Аллах сказал, вот твой Господь возвестил, что Он непременно будет насылать на них до дня воскресения тех, кто будет подвергать их ужасным мучениям. И так на этом свете это наказание для них, и власть над ними не будет временной и прерывистой. Потому что Аллах сказал, что до дня воскресения Он будет насылать на них тех, кто будет подвергать их ужасным мучениям. Также радостные вести относительно иудеев для нас имеются в следующих словах Всевышнего. И мы бросили между ними, завидующими и неверующими, вражду и ненависть до дня воскресения. Это уже вторая радостная новость о том, что между ними существует разногласие, разрозненность и ненависть. А в сердце некоторых общин иудеев лютая взаимная ненависть. Также, поистине, Аллах вносит раскол в их сердца. Ведь Он сказал, и мы бросили между ними, завидующими и неверующими, вражду и ненависть до дня воскресения.